В начале была тьма и океан хаоса. Потом в океане возник холм и поднялось солнце. Ра. Потом появилась священная птица Феникс, и её крик привёл мир в движение. На этом месте возник город Гелиополь, в центре которого стояла колонна, увенчанная священным камнем Стэн-Бен, символом первого возникшего холма. Это всё, что осталось от города Гелиополя, когда-то самого священного из всех древних городов. В этом неблаговидном ныне месте стоял храм Солнца, храм Феникса. Сюда приходили греческие мыслители Пифагор, Платон, Солон, чтобы припасть к истокам египетской культуры. Гелиополь обозначался вот таким иероглифом – колонна с крестом наверху. Древние египтяне называли его Инну – город-колонны. Из древних письменных источников мы знаем, что здесь стояла священная колонна, и это было задолго до постройки пирамиды в Гизе. Мы знаем также, что на вершине этой колонны, судя по всему, находилась реликвия под названием Бен-Бен. Бен-Бен имел форму конуса или пирамиды. Это был как бы крест для древнего Египта – самый священный символ. Такие символы имеются сегодня в Каирском музее – полированные камни в форме пирамиды.